Добрый день, уважаемые слушатели! У нас сегодня 10-я по счету лекция. И мы продолжаем заниматься большими простыми делителями сдвинутых простых чисел. И, как всегда, мы лекцию начнем с небольшого напоминания о том, что мы уже сделали на предыдущих занятиях. Вот в прошлый раз для функции, считающей количество чисел в арифметической прогрессии, мы получили вот такое неразенство. Так. Вот такое громоздкое неразенство. Что есть что? Вот Т1. Это была вот такая необычная сумма. Здесь суммирование шло уже по целым числам, всем подряд идущим из арифметической прогрессии с разностью Q и первым членом А. Ну, конечно, всюду А и Q взаимопросто. Это я уже на это внимание акцентирую. И суммировались вот такие вещи. Вот брался квадратичный поедином Атн, такой простенький, n на y минус n. Но донажался он еще на некую функцию F от n. А вот F от n, она была очень тесно связана с коэффициентами Сильберга, из решета Сильберга. Через F от n мы обозначили вот такую вот вещь. Вот ρ с значком d, это коэффициенты Сильберга. Мы в прошлый раз так более-менее подробно о них говорили. Но явных формул никаких для них не приводилось. Это дело с сегодняшнего дня. Ну, вот что мы с вами видели. Вот если здесь возвести это выражение в квадрат, потом поменять местами порядки суммирования, то наша сумма t1 представится вот так вот в виде. Здесь вылезает наружу некий параметр Кси, но мы его еще за z часто обозначали. Он тесно связан с областью жизни вот этих вот коэффициентов ρ. Если вот этот индекс d больше этого параметра Кси, они все нули. И вот Кси за это отвечает. Так, суммирование идет по d1, d2. Эти коэффициенты так умножаются. А вот внутренняя сумма суммируется вот те же самые полиномы по тем же самым n, но появляется еще виноватый. Но здесь еще, ну, если вспомнить прошлое занятие, вот к этому слою добавляется еще условие деимости n на общее, наименьшее кратное число d1, d2. И мы видели с помощью китайской теории об остатках, что эти два слоя можно заменить одним. Это будет прогрессия по модулю равному произведению этих модулей. И первый член для прогрессии тоже нам был посчитан. О, вот буквы к д мы обозначили здесь общие на меньшие кратные чисел. Ну, и мы видели, конечно, что все это имеет смысл, когда d и q взаимопростые, именно просто, иначе бы здесь этот обратный элемент не появился. То есть здесь на самом деле нужно еще добавить условие, что оба числа и d1, d2, они также взаимопростые с q. Ну, мы давайте это штришком отразим. Так, ну да, давайте еще добавим, добавлю, что d с черточкой, это обратный элемент по модулю ку. А дальше мы эту сумму начали изучать с помощью метода комплексного интегрирования. Мы написали ряд дирекции, производящий, это оказалось за эту функцию гурвица, от некого параметра, который очень тесно зависит от этих всех величин. И вот итогом этой деятельности стало вот что. Вот для этой суммы мы получили явную формулу. Ну, если я в N плюс первый раз повторю, что мы сейчас приучаемся очень осторожно работать со всеми остальшими членами, чтобы получать более точный результат, чем те, которые мы научились получать весной, когда мы только знакомились с решетом Сельберга. Поэтому мы до последнего тащим явные виды остальших членов во всех наших выкладках. Поэтому мы заинтересованы, кроме того, чтобы эти явные виды были как можно проще, обозримы. И вот для этой суммы можно получить вот следующую формулу. Это мы в прошлый раз сделали. Ожидаемый член получился, ну, вполне ожидаемый. Раз суммируется квадратичный поленом по N при сияющем веге, значит, сумма имеет порядок Y в кубе на 6. Ну и поскольку мы не по всем предыдущим числам, а только по прогрессии, надо еще на разность прогрессии делить. И вот самое интересное, это остальший член, который оказался записан в такой форме. Вот что такое И? А вот И это некий интеграл. Я сейчас объясню этот значок. Вот таким значком очень удобно обозначать интегрирование по бесконечной вертикальной прямой, где реальная часть S равна гамма. Гамма здесь это некое число... Я вот ее потерял, но это... А вот как понимать? Ну, прямая у нас будет лежать левее мнимо оси, поэтому в прошлый раз как написали? Минус гамма? Минус, да? Ну, чтобы расхождения не было, с прошлого раза сдавить по 100 минус гамма. Ну, можно понимать так, что гамма между... 1,3 или 1,2 или это у меня уже с понедельчных лекций. Главное, что это строго между льем и единичкой число лежит. z от S альфа. Это z функция Гурлица. Она в области исходимости сдается вот таким вот рядом. А вот альфа в данном случае это вот такой параметр. Это такая рациональная дробь с ознаменателем Q. В числителе стоит вот что. Значит, берется вот такой класс вычетов по модулю Q и берется тот его представитель, который лежит строго между 0 и Q. Ну, это число взаимпространено, значит, лежит между 1 и Q минус 1. И эта дробь положительная и меньше единички. И вот теперь мы будем вот с этой формулой работать. То есть, что нам предстоит на самом деле? Видите, эта сумма у нас фигурирует здесь. Вот мы сейчас подставим вот эти выражения сюда. Нужно будет суммировать по d1, d2. Это суммирование потом влезет у нас в эти интегралы. И вот нужно нам как-то это будет все с вами аккуратно посчитать и вот эту осцилляцию уловить. И вот сегодня мы начнем этим заниматься. Так, ну давайте мы уже здесь... Это напоминание закончилось. Вот здесь мы уже начнем преобразовать выражение для d1. И вот здесь мы уже начнем. И вот эту дробь, как не зависящую от d1, d2, мы, естественно, выносим за знак суммы. И получается у нас... Что у нас с вами получается? Сумма по d1, d2. d, напомню, это общие кратные чисел. Давайте я напишу его здесь явно. Плюс будет вклад вот от этих остатков. И дальше нам понадобится некоторое вспомогательное обозначение, чтобы запись сделать попроще. Вот давайте вот эту сумму перво слагаем по d1, d2, но правда еще деленную на q. Вот так обозначен. через p большое от q и от кси. Ну а вот эту сумму через e от трех параметров, поскольку она еще от y зависит, в зависимости от y еще вот здесь сидит. И вот будем заниматься вот этими величинами p и e. Ну, в двух словах, что будет дальше происходить? Ну, мы понимаем, что сумма, которая вот через p здесь обозначена, это ровно та сумма, которая возникла бы, если бы мы стали решать эту задачу, метам Решта-Сильберга, не заморачиваясь на остатковные члены. То есть это та квадратичная форма, которая подлежит минимизации стандартным образом. Поэтому это мы сейчас быстро проделаем. А самый главный центр тяжести задачи, он будет лежать вот в работе с вот этими величинами e. Но, повторяю, поскольку в конечном итоге нам нужна не индивидуальная оценка для каждого q, вот этой величины p от x, q, a, а для почти всех q, то дальше будет делаться примерно следующее. Мы будем изучать некоторые средние значения вот этих вот величин. Ну, не прямо этих, а их квадратов. А раз средние значения, значит появится еще некая сумма, и вот на это мы и сыграем. Когда появляется еще одно суммирование, это всегда обычно, по крайней мере, облегчает жизнь. И вот это программа действий, то есть минимизировать. Вот это дело, а потом изучить средние, получить в него верхнюю оценку. Но первую часть мы уж точно сегодня проделаем, вторая, она более длинная, наверное, мы растянем ее на два раза. Итак, что будем делать с p? Ну, вот что. Воспользуемся стандартным творчеством. Ну, давайте я заглавлю эту вещь. Так, минимизация. Я вообще сначала хотел выкинуть этот пункт и только конечный результат сформулировать, но потом решил, что лучше не надо делать. И тяжелее следить, и как-то доверить, подмывается, а вдруг там что-то пропущено. Поэтому давайте еще раз помучимся, оно минимизирует квадратичную форму. Итак, что же у нас с вами получается? Вот есть такое творчество. Сумма значений функции ревера по всем делителям d числа n, это само число n. И вот эти мы воспользуем сейчас. И дальше игра идет на том, ну, как это стандартный меркель, решита сейберга. Вот этот множитель мы представили суммой по делителям. И представим именно вот таким вот образом. а потом меняем и ставим порядок суммирования. Дельта не превосходит кси. Внутренняя сумма будет по числам d1, d2, которые кси не превосходят, и каждая из них делится на дельта. Ну и на самом деле мы видим, что вот эта сумма есть не что иное, как квадрат одинарной суммы по d, не превосходящим кси, рот d поделить на d. А раз квадрат, значит, сразу можно ввести новую переменную. У с зрачком дельта мы ее обозначим. Вот наша квадратичная форма от переменных ρ оказалась диагонализированной вот такой вот заменой. Ну и для порядка нам нужно получить формулу обратной замены, чтобы ρ выражать через u. Ну и делается это вот с помощью какого приема. Давайте вот рассмотрим, какое число m бисквадратное, фиксируем его и рассматриваем вот такую сумму. Здесь меняется дельта, потому что m у нас фиксирован, стоит на месте. Вот что это такое будет? Вместо u m дельта подставляем вот соответствующее выражение. И вот здесь мы будем делать. 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 Ну, так вот писать можно, конечно, но лучше поступить вот как. Вот здесь, видите, числа D делятся на m дельта. Значит, они представляются в виде, так я обозначил, k умножить на m умножить на дельта. И это тройное произведение должно происходить с C. Поэтому давайте запишем все видео, где мы с вами. Здесь меняется k и дельта. А теперь произведение k на дельту удобно обозначить одной буковкой, ну, скажем, n. Тогда внешняя сумма будет идти и по m, н, предстоящим к C. Вот эта дробь превратится во что? Если k на дельта стало у нас n, значит, ρ mn поделить на mn. Но есть еще сумма по дельта. Поскольку n это k на дельта, то дельта обязана продвигать все делители числа n. И мы суммируем по всем этим делителям m от дельты. Ну, сила основного свойства функции мюберса, это что у нас? Это единица, если n равно единице, и 0 во всех остальных случаях. Но если n равно единице, то здесь остается единица с ногами. Ну, и отсюда легко получить уже форму, выражающую рот через u. Вот такая явная формула. Но она нам важна вот по какой причине. У нас есть ограничение жесткое на эти ρ. ρ первое должно всегда равняться единице. Значит, появляется некое условие связи на переменной u. Вот если мы возьмем m равно единице здесь, то получим следующее. Такая сумма должна равняться единичке. То есть, повторяю, у нас такая задача возникает, ну, чисто задача из матанализа. Вот есть некая квадратичная форма положительно определенная, диагонализированная уже со всеми коэффициентами, неотрицательными. Ее нужно минимизировать вот на такой гиперплоскости. Эту задачу можно решать по-разному. Ну, вот проще всего, наверное, вот так вот. Ну, с помощью неравенства каши. Что я имею в виду? Ну, давайте возведем обе части последнего равенства в квадрат. Ну, сколько единичка, но мы будем писать слева. Ну, я здесь сделаю вот что. Я напишу здесь. корень из φ от дельта. И на него же поделим. Ну, и квадрат. Да, при этом вот такой маленький нюанс. У нас вот во всех вот этих вот равенствах дельта не абы какое. дельта, они всегда взаимопросты с q. И это надо помнить. Ну, просто... Ну, просто надо об этом помнить. Вот, применяем неравенство каши. И видим, что в первой скобке возникают в точности нашей квадратичной формы. Ну, а во второй скобке, ну, что возникает, то возникает. Обозначим это через v от кси. Вот v от кси – это вот что такое. Точнее, даже vq от кси. Потому что там есть зависимость от кси. Вот vq от кси. Это сумма по всем дельта, непредстоящим кси, взаимопростым с q. Вот таких величин. Ну, отсюда ясно, что наша квадратичная форма не может быть меньше, чем 1 на vq. А может она и равняться? Ну, конечно, может. Это будет тогда, когда вот при всех дельта это пропорционально вот этому. Отсюда условие на u. На некую величину c, которая от дельты не зависит. Ну, или что то же самое. У дельты должно равняться мю от дельта на фи от дельта и на c. И вот эту c как раз и можно найти вот из уравнения связи. Что получается, если поставить туда в таком виде? c. Опять я вот это, чтобы не писать это условие, я штрихом буду обозначать из-за простаты q и дельта. Значит, мю есть тут и тут, значит, 2 квадрата дельта на фи от дельта должно равняться единичке. То есть мы видим, что c это должно быть равным единичке на v от кси. Ну, и мы знаем, что если взять переменный u вот в таком виде, то как раз наши квадратичные формы будет равняться вот этому самому значению. ну, и наша величина p будет равна чему? она отличается множителем. Но это дело нам нужно будет оценивать сверху. Стало быть, v от кси нужно оценивать снизу. И вот здесь нужна некая возня. Ну, интуитивно понятно, что здесь, ну, если бы здесь этого условия не было, или q равнялась бы единице, но здесь стоял бы логарифм. Ну, фиа дельта, она в среднем вся как дельта ведет, ну, без квадратности тоже она погодно делает. Был бы по порядку логарифм. Ну, а здесь некая техническая трудность состоит в том, чтобы получить оценку для v снизу, равномерную по всем q. Ну, когда q маленькая, то проблем нет никаких. Там 2, 3, это легко. А у нас q может быть огромным, вообще говоря. И вот штука в том, чтобы сохранить эту равномерность по q. Но это делается с помощью одного очень изящного приема. Я заглянул, он был у нас в апрельских лекциях, которые уже не читались, я выкладываю себе в интернет, просто написанный. Поэтому я этот прием повторю. Он очень полезен. И я взял его из лекций Кивена Форда. Ну, наверное, он где-то еще есть. По-моему, я его встречал в книге Хоберстама и Рихарда «Решите». Ну, где первоисточник, я не знаю. Это уже такой математический фольклорный. Ну, первый позыв это применять к изучению таких сумм метод комплексного интегрирования. Ну, это, наверное, можно все проделать, но там мы столкнемся с огромными техническими трудностями, потому что ваш производящий ряд, он тоже будет зависеть от параметра КУХ и нужно все оценки на него тоже делать равномерным по КУХ. А это бывает очень непросто. И вот этот прием, который я сейчас расскажу, он позволяет всех этих технических трудностей избежать. В чем он состоит? Ну, вот в чем. Так, ну, собственно, мне это уже не нужно. Давайте я сотру только итоговое неравенство. А, оставлю только итоговое неравенство. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. 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 Но только они не до кси бегают, а кси на д. Но эти суммы по Q не убывают. Да, 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 да. Вот эти суммы по своему аргументу не убывают. Поэтому я вот эти дроби, кси на д, могу заменить просто кси. А тогда они от д зависит не будут. Поэтому я могу вычислить его на знак суммы. А здесь останется сумма по всем делителям д числаков. А ее можно свернуть в Эйдвардское произведение. Благо оно будет коротенько из-за того, что там функция дьюберса есть. Ну что это будет? Ну фиат П, это П минус один. Когда сложим один ее, вот эту дробь, что будет? Вверху будет П, внизу П минус один. Ну это есть не что иное, как У поделить на Фиат Ку. И отсюда получается следующее неравенство для В Ку. То есть мы всю зависимость от Ку собрали вот сюда, вот в этот красивый множитель. И здесь уже никакого Ку нет. Это просто некоторые суммы, которые нужно оценить снизу. Но она оценится тоже с помощью достаточно стандартного приема. Но я тоже это в учтении сейчас проведу. Так, ну только давайте мы что-то сотрем. Я думаю, что она очень точная. Но не проверял. Либо когда-то давно проверял. Я думаю, она очень точная. Нет, я думаю, что вот этот коэффициент, его вообще говоря, наверное, даже нельзя улучшить, он такой и должен быть. Ну, по крайней мере, для какого-то широкого класса веку. И нижняя оценка для В1ХС, которую мы сейчас получим, она тоже асимпатически точна. То есть мы вообще получим лучшее, что можно ожидать и без всяких комплексов интегрирования. Так вот, занимаемся суммой В1ХС. Что это такое? Сегодня уже это выписывалось. Ну, фиат дельта я так запишу. Вот я сделаю это. Значит, дельта пойдет в знаменатель. И здесь в знаменатель я должен написать вот такое произведение, которое написано там. Но каждой множите этого произведения я могу превратить в бесконечную прогрессию. Поэтому дальше я могу написать вот такое произведение. Во всем простым делительным дельта. Вот эти вот прогрессии. Вот это оно и есть. Но когда мы раскроем все здесь скобки, получится, я вообще говорю, некая бесконечная сумма. В ней будут встречаться такие дроби типа 1 на n. А вот это n, оно в каноническом разложении свое умеет только те простые делители, которые есть у дельта. Ничего другого оно не имеет. И для этого суммирования мы даже такой значок использовали. Ну только давайте, не n я буду обозначать, а раз есть дельта маленькая, то будут у нас дельта большие. И вот значок такой был. Дельта большой делит дельта маленькой в степени бесконечности. Ну и символическая запись, тут пугаться не надо, никаких бесконечностей нет. Она означает только следующее, что для всякого дельта из этой суммы всегда найдется такое число n, натуральное, что дельта большой будет делить дельта маленькой в степени n. Ну это означает ровно то, что я уже говорил, что дельта не имеет никаких простых делителей, кроме тех, что входит в каноническое разложение дельты маленькой. Ну только это оно и означает. Ну давайте запишем это видео. Ну и суммы. Вот что у нас с вами вышло. Сумма, вообще говоря, бесконечная. А теперь давайте заметим вот что. Вот предположим, что есть у меня некоторое число n, натуральное. Тогда его единственным образом можно представить в таком виде. Где дельта это бесквадратное. А дельта большой делит дельту степенью бесконечности. Почему это так? Ну это очевидно. В качестве дельты нужно взять то, что называется иногда радикал n. То есть произведение всех простых его делителей в первых степенях. А на долю дельта большой, ну что останется? Ну ясно тогда, что все простые делители дельты большого, они будут входить в каноническое разложение дельты. И вот это будет в условии соблюдено. То есть такое представление всегда есть, оно единственное. Но если мы возьмем любой n, который не превосходит кси, вот этого, понятно, что в этом представлении дельта всегда будет не превосходить кси. А раз так, значит в этой сумме встретятся все дроби 1 на n для n, не превосходящей кси. Все остальные слагаемые неотрицательные. Стало быть, наша сумма снизу оценится вот такой величиной. Ну она вычисляется. Ну нам достаточно такой оценки снизу в виде логарифка кси. Там иногда еще добавляют какую-то константу, явную там 0,3 подойдет, чтобы оценка была равномерна по всем кси, там начинает единички. Но у нас кси будут большие, поэтому мы не будем этим заниматься. И вот получается вот такое красивое неравенство. И повторяю, оно синтетически точно. То есть если вы захотите вычислять эту сумму с помощью метокомплексного интегрирования, вы как раз придете к тому, что у вас производящий ряд дельхлеба и так устроен, что он даст здесь точность и константу равную единичке. Вот в замечательной книге Анатолия Алексеевича Карацуба и Сергея Михайловича Варуина «За это функции Рима», там как раз эта сумма вычисляется комплексом интегрирования. И там эта константа поведена в виде элеверского произведения. Но если вы аккуратно все посчитаете, она свернется в единичку. Вот здесь эта оценка, она синтетически точная. А вот объединим эти два неравенства, и что же мы получим? Что ВКО от КСИ больше и равно, чем ФИО от КУ на КУ и на алгоритм КСИ. Ну и здесь видите, вот в равенстве для П, КУ стоит здесь множителем при В, значит можно так это дело переписать. Ну и окончательный результат для П будет таким. П не происходит. Один делить на ФИО от КУ и еще на алгоритм КСИ. О! Вот так мы оценили П сверху. Это такое стандартное решето Сейдберге. Ну раз мы П оценили сверху, давайте мы вот что сразу сделаем. Давайте поймем, как будет выглядеть вклад РОП в оценку Пи. Давайте вот это я уже все сотру. Уже ничего не нужно. Перепишу только по соединению равенства. РОП в оценку. zinho. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ввел эти два обозначения, П и Е. Вот давайте мы сейчас аккуратно вычислим вклад, который дает первые слагаемые в эту оценку для Пи. Потому что форма громоздкая, чтобы эти два слагаемых не тащить, потому что, видите, здесь эти разности еще берутся. В общем, запись будет очень громоздкая, уж точно не для доски. Поэтому давайте по отдельности разбираться. Значит, вклад первого слагаем вот этой формулы в оценку Пи от Х. Чему он равен? Ну, давайте считать. Будет вот эта дробь. 1 на Х на Н. И здесь берется разность Т1. Пока никакой оценки для Пи я использовать не буду, потому что у нас здесь нужно неравенство. И здесь, видите, Т1 вычитается, а оценка только сверху. Поэтому я буду все это пока тащить в таком виде, как оно есть. Значит, П на 6. И здесь будет разность кубов. И будет еще интеграл. Ну, там будет тоже самое. Не похоже. Пыль на 6, разность кубов. И на В квадрат будет делиться еще. Вот таков этот вклад. Ну, давайте разбираться с ним. Ну, П на 6, понятно, оно ничего тут не зависит, кроме как от Ку и от Кси. Его сразу вытаскиваем за скобку. Что здесь? Ну, давайте смотреть. Главный членный пропадает. Будет 3х квадрат на У. 3ху квадрат. Так, здесь будет интеграл. Опять же, кубы числовые уничтожаются. И еще на В квадрат все делится. Ну, нужно аккуратненько это все считать. Что здесь? У уходит 3х. Здесь х уходит 3у. Здесь. Ну, давайте с первым слагаем разбираться. 3у от В не зависит. Выносим сюда. У сократится. Тройка останется. В квадрат сократится совсем. Значит, интегрируется единичка по отрезку от У до Х. 3 на Х минус У. Дальше. Опять 3у квадрат выносим. У сокращается. Остается 3у. В на В квадрат делим. Остается В взаменателем. Интегрируем. Получается В горифм. Вот в таких пределах. Так. И последнее слагаемое. У в кубе выносим. На У делим. Будет У квадрат. Интегрируется ДВ на В квадрат. 1 на У минус 1 на Х. Все. Приводим подобные слагаемые. Сейчас увидим, куча всего посокращается. 3х за 3х. 6х. Плюс 3у, минус 3у. Все пропадает. У квадрат поделить на Х с плюсом. Здесь и У квадрат поделить на Х с минусом. Тоже пропадает. Что остается? Ну вот остается просто У. Мне казалось, она туже уходит. Нет, не уходит. Остается. И вот на горифм. Ну давайте на 6 еще поделим. Ну как и должно быть. Вот так работает асимпатическое дифференцирование. Остается Х плюс какие-то маленькие добавки. А я напомню, потому что все уже наверняка забыли, просто не говорят из скромности. У это величина, которая поменьше Х. Не сильно, но поменьше. Для нас такой точности хватит. Ну и понятно, что когда мы это дело сюда подставим, здесь что появится? Вот видите, под логарифмом что будет? Х поделим на У. Останется квадрат логарифма. И от него еще логарифм берется. Удвоенный двойной логарифм Х. Еще двойка делим. Просто двойной логарифм Х на У. То есть все, что будет здесь стоять, не больше, чем то, что я сейчас напишу. И вот теперь можем использовать оценку для П, которую мы получили. И теперь уже можно... И вот так мы оценили вклад от первого Сагаева вот этой формулы для Т1. То есть простой этап мы на этом миновали. Сначала давайте устроим перерыв, а после перерыва займемся вот этими лечениями Е. А теперь мы будем вычислить вклад от второго Сагаева, то есть вот этого неравенства. Ну, сначала будут такие чисто технические преобразования, даже, конечно, менее точные, чем те, что были, когда мы считали вклад от первого Сагаева. Дело в том, что величие на Е, это остаток, она непонятно какой знак имеет, а здесь в каких-то формах она с плюсом, в каких-то с минусом считается, поэтому везде это надо будет оценить только по модуле. Ну, вот это мы и будем делать. А вот пишем вклад вот в эти два слогаева, к чему он равен. А вот пишем вклад. А вот пишем вклад. Ну, и нет другого выхода, кроме как оценить все по модулю. Поэтому навешиваем модули здесь на Е, а внутри интеграла. Вот, соответственно, знаки все минусы заменяем на плюсы. И раз такое дело, мы уже можем и вот здесь поступать грубо. Понятно, что никакие главные члены здесь уже не вычтутся. Поэтому можно действовать так. У везде заменить на х. Ну, не везде, а вот, по крайней мере, здесь. Значит, это будет не происходить 4х квадрат. Здесь это тоже не происходит 4х квадрат. Ну и так далее. Так что у нас получается. Так. 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 Ну так же поступим здесь 4v квадрат выносим, 2v квадрат делим Остается под интегралом суммы моделей Так Так Давайте вот так поступим Чтобы мне 10 раз это дело не переписывать Я сразу заведу вот какие обозначения Давайте так поступим Я сейчас их веду и прокомментирую Вот мне удобно вот такую сумму модулей обозначить Ну а вот это выражение содержащие функцию g Ну где g стоит здесь И вот под интегралом Ну сточу сюда Какую постановочку или буквой h обозначить h от x и q И вот в этих терминах полезно уже сформулировать неравенство для π Уже с помощью того, что мы знаем И вот это выражение Поэтому давайте я на секунду перейду сюда Потом вернусь назад Вот эти все промежуточные формы нам уже в общем-то Ну не нужны Неравенство будет у меня таким Значит этот вклад от p, который мы только что оценили в конце первой половины занятия Так Плюс Вот это h, которое вот так объединено Ну и вот эти вот саганы, которые невелики О! Вот что это нам дало Ну как я уже говорил Мы будем изучать средние значения от этих величин Е И поэтому полезно вести еще одно определение От такого среднего Ну я этого комментария добавлю На несколько минут Не lowered上 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неравенство ПЕРЕВА 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 Давенство ЧАПИРЕ ПЕРЕВА 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 ДИНАМИЧНАЯ То есть нужна проходящая оценка для средней величины. Что я имею в виду? Давайте здесь я Y напишу. Так, вот вводится такая личина F, Y это то самое, которое у нас было, QX, Q это промежуток, который будем осреднять, где меняются модули прогрессии. Так. И вот как раз, чтобы нам эту оценку получить, нам и нужно сейчас будет явное выражение для этих величин Е. Поэтому сейчас мы немножко отличаемся от именно этого среднего и вернемся к тому явному виду для этого интеграла формулы для Е. В свою очередь для этого мне нужно напомнить кое-какие свойства зета-функции Горбица, а именно. Ну давайте, чтобы связующий момент у нас был. Значит, пусть у нас реальная часть S меньше нуля. Ну мы помним, что наш интеграл берется по прямой, которая находится левее мимо оси. Так, пусть реальная часть S строго меньше нуля. Тогда для зета-функции Горбица спройди вот такое равенство. Так. 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 Как бы такой аналог функционального уравнения, который позволяет тут считать з-функцию Горбица левее. Мнимой оси. Так. А здесь мы поступим вот как. Мы зададимся некоторым параметрам Х большой, он будет достаточно большой, и разобьем этот ряд на два куска. Поем непротиводящему Х и поем большему Х. Вот так. Спасибо. Сейчас я введу сразу обозначение для этих кусков, ну точнее, даже не для них, а для них, домноженных на вот этот гамма-множитель. Множитель 2π я оставляю в покое только, переношу его в числитель. А что осталось, я вот так вот обозначу. Чтобы вы не перепутали это со степенями, давайте это в скобочки возьмем. Здесь α, это вот то самое α, которое у нас выписывалось. Вот она. И поэтому для интеграла, который здесь еще выписан, тоже будет справедливо похожая форма, где... Это тоже разбит на два куска. И интеграл представится суммой двух интегралов. Значит, что я имею в виду? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так интеграл представился. Ну, соответственно, что можно сделать? И 2π в степени s минус 1. Вот это 2π в степени минус 1 можно сюда поставить. Будет 2π в квадрате. Так, это 2π в степени s затащить вот сюда. Ну и пока все. Пока все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и естественно, для этих интегралов нужно ввести свои обозначения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, раз так, значит и выражение для e, которое эти интегралы содержат, оно тоже распадется на 2 выражения. Что я имею в виду? Вот что. Так, давайте я вот сюда перейду. Здесь вот это мне уже точно не понадобится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое было это e? А e было вот что-то такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот здесь по-прежнему d это общая, не имеющая кратные чисел d1, d2. Ну вот я двойную сумму хочу перейти к единарной. Ну как мы это делали? Мы суммы, отвечающие таким парам d1, d2, которые такому суду и творят, вот сумму этих ρ по таким парам мы для mdd обозначали. Это такое стандартное обозначение в математике. И суммировали уже по d. Правда, d будет бегать не до xi, а до xi квадрат. И для этой личины мы увидели в прошлый раз свое обозначение. Это был y большое. d бегает до y. Вместо ρ, повторяю, появляется λd на y. На i. А i это вот те интегралы. Так, ну давайте, λd. Ну, раз так, раз эти интегралы у нас так развалились. То есть сама сумма располагается на 2 части. Просто изучать мы будем по-разному, поэтому так и приходится. Ну и f это сумма квадратов e. Понятно, что мы, когда применим неразище, конечно, оценим суммой квадратов этих слагаемых, ну с каким-то коэффициентом. Итогая отсягка будет выглядеть вот как. Ну и эти суммы обозначим через f1 и f2. И дальше будет происходить следующее. Вот видите, здесь, вот если мы вернемся назад, вот к этому ряду для дзятых функций гурвиц. Вот мы его разбили на два куска. Первый – это начальный кусок. И второй – хвост. Ну, понятно, интуитивно, по крайней мере, ясно, что вклады от хвостов, они всегда маленькие. И действительно так. Там все достаточно оценить, в общем-то, тривиально. И протащить эту тривиальную оценку через все-все-все вот эти выкладки. И вот это, наверное, мы успеем сделать сейчас. А вот самая главная, так сказать, сердцевая задача, где самые главные трудности, она как раз зарыта вот в оценке f1. И вот этим мы будем уже, наверное, заниматься в другой раз. Ну, давайте мы сейчас займемся оценкой f2. Так, у меня здесь потребуется место. Ну, давайте я сотру. Просто сейчас сложилась такая ситуация, когда мы наводили кучу обозначений, за которыми непонятно, как следить. Но за счет того, что мы заниматься будем этим достаточно долго, ну, не одну, может быть, лекцию, они, наверное, как-то уложатся к этому времени. Так вот, оценка f2. Здесь нам потребуется вот что. Во-первых, давайте выберем гамма, равная минус 3 восьмым. Или у нас там минус гамма, значит 3 восьмых. При этом я сразу забегаю вперед и обращаю внимание на такой маленький нюанс. Вот видите, здесь прямая была единая, неделимая гамма. Оно одно и то же было, что для интеграла первого, для интеграла второго. И, ну, на самом деле, сейчас они, эти интегралы уже существуют как независимые существа. И в дальнейшем мы для второго интеграла, потому что там стоит функция аналитичная, там, где надо, мы выберем значение гамма совсем другим. И так можно делать, потому что с этого момента, когда мы их развалили, на два независимых интеграла, в силу теории Мкаши мы можем это делать. Но пока для второго интеграла берем гамма, равная минус 3 восьмых. Почему 3 восьмых вы увидите? Так, значит, с у нас тогда бегает по этой прямой, минус 3 восьмых плюс и т. Так, что тогда можно сказать про т-синусы, которые сидят в выражении от z-функции Горица? Ну, вот что. Есть формула Ильбера, которая выражает их через мимоэкспоненты. Так, здесь вместо s подставляем вот то, что написано. Ну, сразу что у нас здесь возникает? Какой множитель? Ит на и до нож будет минус т. Минус πt пополам. Так, а здесь что будет? Ну, то же самое, только с другим знаком. Минус, минус, да, будет минус. Так, и здесь. Вот, но в данном случае нам эта точность не важна. Нам надо оценить по порядку. Ясно, что здесь играет роль только вот эти множители. Если t положительный, вот этот доминирует, если t отрицательный, этот доминирует. Но и в том и в другом случае все это со знака Виноградова не присутствует. И в степени π модуль d пополам. Так, теперь разберемся с гамм-множителем. Ну, там стоит множитель гамма от 1 минус s. Но мне удобнее, чтобы вещественная часть аргумента гаммы была положительной, поэтому я возьму сопряжение. Для оценки модулей это безразлично. Так, 1 до 3 восьмых, 11 восьмых. Минус и t. То есть гамма от 11 восьмых. Плюс и t. Так, ну и теперь нам на выручку приходит формула стерлинга. И она утверждает следующее, что на вертикальных вот этих вот прямых, неважно, куда мы движемся, вверх, по ним или вниз, гамма бывает экспоненциальна. И бывает вот как с такой вот скоростью, как и здесь, минус πt пополам. Так, но есть еще некий полиномиальный множитель. Он устроен так. Нужно от того, что стоит здесь, обычно это сигма, обозначается 11 восьмых, отнять одну вторую. 11 восьмых минус 1 вторая. Это что будет? 11 восьмых минус 4 восьмых. 7 восьмых. Очень хорошо. Давайте теперь оценим хвост. Вот z второе. Из чего складывается z? Ну, понятно, из чего. Это как раз гамма и хвост. Галову тут оценили. И вот я эту оценку переписываю. А хвост какого ряда? Ряд вот такой вот, видите? Вот он тут выписан. Здесь с реальной частью вот этого 1 минуса есть все в порядке. Она больше единицы 11 восьмых. А множители, вот они, вот оценились чуть выше. Вот что получается. Экспоненты уничтожаются. А суммирование, поим, что дает? Вот х в степени 1 минус 3 восьмых. Почему я не пишу модуль Т? Ну, тоже понятно. Мне эта оценка нужна на всей прямой. Близи нуля эта гамма ведет как его большой от единицы. Она там в 0 не обязана обращаться. Она там не обращается. Поэтому я обязан здесь что-то добавлять. Так, очень хорошо. Так мы оценили хвост. И теперь давайте оценим интеграл И2. Я уже в верхней части буду писать. Чего не происходит он. Ну, а перейдем к интегрированию по Т. Вместо Д будем писать ДТ. А раз мы бегаем по прямой, то Т меняется от минус бесконечности до плюс бесконечности. Пишу такой интеграл. Вот стоит множительность. 2πy на d на q. Вместо S нужно ставить вещественную часть S. Она будет на скакая минус 3 восьмых. Пишем оценку для Z. И, наконец, видите, там стоит выражение. Ну, по или иного второй степени от S внизу. Оценим, как Т плюс 1 всего в квадрате. Модуль Т плюс 1 всего в квадрате. Ну, вот видите, вот теперь отчасти нам становится ясен смысл тех сложных технических манипуляций, которые мы в прошлый раз проделали. Это асимптотическое дифференцирование, переход от самой функции к ее первообразной. В результате таких переходов у нас, например, в интеграле образовался множитель такого типа. S не в первой степени, а в Ж2. И вот где это заиграет. Вот этот интеграл будет сходиться. Вот ради этого все и затевалось. Так, интеграл будет сходиться, значит, про него можно забыть и написать только вот этот множитель. Ну, про 2π тоже можно не упоминать. Остается x на y на d на q. Ну, и в дальнейшем я выберу x. x – это параметр, который в моих руках, он возник вот только здесь, когда я разбил ряд зерехлея на 2. По моих руках я выберу его равным по порядку длине промежутка средней, то есть q большое. А на всем нашем промежутке вот это q маленькое, оно имеет порядок q большого. Осталось бы, x на q при таком выборе это будет порядок единицы. Поэтому второй интеграл у нас оценился вот как. Так, интеграл оценился. Но у нас, помните, вот эта сумма е, остаток, она тоже разбилась на 2. И давайте оценим вклад вот этих интегралов во вторую сумму. Я говорю, сейчас будет трудно следить, потому что обозначений много. Вот сумма была вот такая. Лямбда, они не очень большие. Я уже писал, что это сумма по всем парам d1, d2, у которых общины больше кратно равняется d. Но ее достаточно ценить по модулю, и это мы уже неоднократно проделали. А здесь мы пользуемся тем, что т-р, коэффициент сильберг, они по модулю не превосходят единицы всегда. Это мы знаем уже с прошлого семестра. Стало быть, лямбда по модулю не превосходит сумма единичек вот по всем таким парам. А сколько таких пар мы тоже выясняли не один раз. Их тау 3 от d. Можно неравенство писать. То есть эти лямбда деплоды не очень быстро растут и не сильно поганят все эти оценки. Поэтому, глядя на эти два неравенства, вот на это, на это, сразу получаем оценку для е второго. Ну, давайте, чтобы d был вверху, мы перевернем. Ну, здесь так. Ну, здесь ничего не попишешь. d заменяем самым большим значением y в степени 3 восьмых, y большое, y маленькой в степени минус 3 восьмых. и сумма по тау, а тау 3 по всем d непрерывающим y, что она даст? Длину промежутка на логарифт в степени на единичку меньше, на логарифт в квадрате y. И итоговая оценка будет такова. y в степени 11 восьмых, y маленькой в степени минус 3 восьмых, на логарифт y в квадрате. Ну, и, наконец, у нас осталось еще f. Она тоже распалась на две суммы. И вот вторая сумма, f2. Как я уже сам не помню, от чего они зависели, от y, от q, большого и от xi. Оцениваем квадрат вот этих штук, которые мы оценили. Здесь все просто. Нужно взвести эту оценку в квадрат и домножить на длину промежутка. И вот так будет выглядеть итоговая оценка для f2. Оценка для f2. То есть видите, что сложность, конечно же, не в ней. Сложность вот в оценке f1. Но давайте в оставшееся время у нас еще есть немножко. Займемся ею. Для этого мы немножко преобразуем интеграл E1. и в оценке. Спасибо. Так, ну… А, здесь один был узел, чтобы путаницы не было. Так, а что это будет за интеграмм? Ну, видите, x уже выбрал равным q, поэтому дальше я выкладку буду везде q писать. И вот был кусок ряда для дета-функции Гурвица, он был вот такой, а дальше нужно было нажать на синус. А синус я аккуратненько расписал, поэтому давайте я так вот поступлю, давайте нет. Я сейчас, конечно, сделал такой запрещенный прием. Я часть венукова пропущу. Ну, в принципе, это не сложно. Вот этот синус я расписывал по формуле Ивера. Там была вот такая экспонента АТМ независимая. Была экспонента зависимая АТМ. Поэтому я сумму поем загоняю как бы внутрь этой формулы. Что там остается? Это было первое слагаемое. Ну и второе похожее. Двес, ну там еще были два сомножителя занятия. И вот как выглядит интеграл И. Очень хорошо. А Е, это была сумма интегралов, правда, еще с этими весовыми коэффициентами лямбда. И вот давайте мы подставим вот эту формулу выражения для Е. Только я не помню, где индекс Е стоял. Ну ладно, там вроде бы сверху. Это была вот такая вот сумма. А вот здесь я сделаю вот что. Вот посмотрите, где сидит зависимость от D. Вот тут вот. Вот она есть. D степень я в знаменателе. И D, если вы помните, оно сидит вот здесь, вот в Альфе. Альф у нас вот такой вот. Альф такая дробь. И сумму по D я хочу сделать самый внутренний. Поэтому я сейчас это и проделаю. Если сумма конечная, интеграл абсолютно сходящийся, поэтому все эти пересталовки, они законы. Значит, я сделаю теперь следующее. Вот этот интеграл и все, что от D не зависит, я оставлю вовне. Потом буду суммировать по M. А вот сумму по D я сделаю внутренней. Тогда будут суммироваться вот такие вот экспоненты, которые я буду делить на D в степени S. Вот что я сейчас и напишу. Что я сейчас и напишу. А, тут еще знаете что? А, вот когда я формулу Эйлера применял, помните, когда там синус через экспоненты расписываешь, 2i у нас появляется в знаменателе. Вот, значит, эта двойка здесь исчезает. Пожалуйста, сотрите ее. И у нас на i умножится и даст минус 1. А здесь по стати минус 1. Вот, и вот теперь будет правильно. И у нас на и умножится. Ну, здесь, поскольку альфа сидит уже в экспоненте, там уже в качестве альфа можно писать вот такую дробь без вот этого значка Q. в силу периодичности. Ну и сопряженная сумма возникает. и нервы. Вот выражение для этого Е1 во всей его красе. Ну и здесь уже видно, раз у нас появились обратные здесь, уже запахло кластерманом. А здесь можно, конечно, вывозить суммы кластерманом. И действительно так, они потом вылезут. Но обратите внимание на такой нюанс, который показывает, что не все так просто. У нас Q сидит в знаменателе. Q тот модуль, по которому берутся обратные. Но по этому Q мы хотим осреднять. То есть то, что в итоге получится, это еще не сумма кластерманом, это нечто другое. Но она действительно к ним сводится, и это будет тема отдельного разговора. Ну, по крайней мере, есть какая-то надежда, что появились какие-то у нас выражения, где действительно есть надежда какую-то осцилляцию ловить. Ну, это окажется действительно так. Так, ну и что еще? Вот, давайте я такие упрощения сделаю. Вот такие суммы по Y я обозначу через S большое. S это будет зависеть от много чего. Я опять на этом не акцентирую внимание, но везде, конечно, надо говорить, что D и Q взаимопросты. Вот здесь я веду такое обозначение общее, то я вижу, что и та, и эта сумма, они могут быть в терминах этого S записаны. Просто вместо B нужно взять, ну, в одном случае M на A, а в другом случае минус M на A. А так будет все одно и то же. А теперь вот такой вот, ну, не то что трюк, но такой ход. Я о нем вам чуть раньше говорил. Вот гамма мы до этого брали, когда оценили второй интеграл за хвост, равна минус 3 восьмых. Но здесь у меня стоит функция, которая аналитична во всей полосе, там от, ну, скажем, от минус одной второй до плюс одной второй. Причем интеграл абсолютно сходится за счет вот этого умножителя. Поэтому теперь я гамма могу брать каким угодно здесь. Ну, в допустимых пределах, чтобы там не налететь на полюса гамма. И мне удобно здесь взять гамма, равная нулю, перейти на мнимую ось. И вот это я, собственно, и сделаю. Делаю. Продолжение следует... Это можно делать в силу теоремы Каши. Можно сдвигать этот контур. Вот возьмем его равным нулевым. И давайте я последнее выражение выпишу, которое получается, и на этом мы закончим. Так, сегодняшнее занятие. Что получается в итоге? Для Е1 получается такое выражение. Ну здесь И опять появится, потому что вместо ДС будет ИДТ. ИДТГА будет не собственным. Везде вместо С появится просто ИТ за счет того, что мы живем теперь на внебой прямой. ИДТГА 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 Вот получилось такое выражение. Итак, наличие этих экспонентов, вы уже поняли, оно не страшно, потому что здесь есть гамма, которая с той же скоростью бывает, и наличие гамма, оно эти множители просто убьет. Этот множитель по абсолютной величине равен единичке, тоже не страшно. По t под интегральной функцией бывает со скоростью t квадрата, то есть есть абсолютная сходимость. Ну то есть, грубо говоря, у нас что получилось с вами? Получилась вот такая сумма по явлению предстоящим q, вот таких вот сумм странных s, чем-то похожих на сумму Кластермана, но правда с такими хитрыми весами, но домноженные на коэффициент 1 m. И вот, грубо говоря, все, что будет делаться дальше, это вот работа с этими суммами. Ну и давайте уже оставим на следующий раз, а сегодня давайте закончим. Продолжение следует...